Крах Квестра Волт и Агам. Кто виноват и что делать? Сегодня инвесторы компании Квестра Волт и Атлантик Глобал Эссет Менеджмент переживают тяжелые времена. Вывод средств остановлен. Несколько месяцев всех кормят обещаниями и растет понимание того, что ничего хорошего в данных проектах уже не будет. Возникает логичный вопрос. Кто виноват и что делать? Это ужасное чувство, обиды, обмана и неведения знакомо многим. Вы стали жертвами самого крупного финансового мошенника современности. Организатор афер Квестра Волт и Атлантик Глобал Эссет Менеджмент, печально известный и влиятельный преступник Павел Геннадьевич Крымов. Этот человек на протяжении 15 лет создал более 40 мошеннических проектов. Некоторые из них стали трагедией для миллионов людей по всему миру. До Квестра Павел Крымов обрушил крупную финансовую пирамиду «Форекс Тренд». Обманутые вкладчики потеряли сотни миллионов долларов, распались тысячи семей, а некоторые люди просто не выдержали горя и покончили с собой. Все эти печальные истории вы можете легко найти на просторах интернета. Вы наверняка удивитесь, как Павел Крымов, будучи таким ужасным человеком, при наличии всех доказательств, смог избежать тюрьмы. Ответ прост. Взятки, запугивания и связи. Во время скама финансовой пирамиды «Форекс Тренд» Крымов заплатил более 500 тысяч долларов для возбуждения липовых уголовных дел и последующего обвинения, совершенно непричастного к афере человека. Во всех грехах публично был обвинен уважаемый общественный деятель. Это был абсолютно возмутительный шаг. История освещалась на крупных телеканалах и показала всю наглость мошенника Павла Крымова. Благодаря своим деньгам и связям Крымов безнаказанно скрылся в Европе и уже оттуда руководил своими новыми аферами – «Квестра Волт» и «Агам». За долгие годы финансовых преступлений Крымов создал целую сеть офисов, позволяющих дистанционно и анонимно управлять пирамидами, масштаб которых охватил не только Украину, Россию и Казахстан, но и огромное количество стран Европы и Азии. И пока обманутые инвесторы ожидают вывод своих накоплений, Крымов спокойно тратит ваши средства на обновление своего автопарка и приобретение яхт и недвижимости по всему миру. Детективы долгое время наблюдали за латвийской резиденцией Крымова и просто ужаснулись масштабом его покупок. Только в Риге обновленный автопарк состоит из Porsche Panamera стоимостью 108 тысяч долларов, два Mercedes GL стоимостью по 96 тысяч долларов и Jeep Grand Cherokee стоимостью 68 тысяч долларов. До «Квестра» состояние мошенника оценивалось в 30 миллионов долларов. Судя по масштабам «Квестра Волт» и «Агам», его текущий капитал стал в десятки раз больше. Инвестиционный мир просто возмущен наглостью данного мошенника. Даже когда Департамент внутренних дел Казахстана открыто объявил о возбуждении уголовных дел по статье 190 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, мошенничество в особо крупном размере, Крымов все равно продолжил работу своей пирамиды. Для отвода глаз он начал быстрый ребрендинг компаний, переименовал фигурирующие в уголовных делах «Квестра Волт» и «Атланти Глобал» в незасвеченные «Five Windows Asset Management» и «QW Leonora Swiss Consulting». Этот шаг вновь ослабил внимание скептиков и подарил надежду инвесторам проекта. Однако уже в сентябре положение Павла Крымова резко ухудшилось. В сети появилось признание бывшего партнера о преступной деятельности Крымова в «Квестра», а в правоохранительные органы на него стали поступать массовые заявления. Благодаря активным расследованиям Департамента внутренних дел Республики Казахстан у обманутых вкладчиков впервые за 15 лет появился шанс наказать организатора пирамид Павла Крымова и прекратить череду его преступных действий. Сейчас задача обманутых вкладчиков «Квестра Волт», «Агам», «Форекс Тренд», «Пентеон Файненс», «Прайвэт Эф Икс» и других пирамид Павла Крымова – объединиться в борьбе с Павлом Крымовым и помочь правоохранительным органам вывести следствие на международный уровень. Ситуация уже активно освещается в СМИ и на телевидении. В настоящий момент прокуратура Казахстана разыскивает граждан, пострадавших от преступной деятельности Павла Крымова. Если вы стали жертвой мошенника, свяжитесь со следователями по телефонам, которые вы видите на экране. Также вы можете подписать петиции и скачать, а затем направить в органы заявление на Павла Крымова. Вместе мы добьемся правды и накажем преступника. Справедливость восторжествует, а Павел Крымов будет сидеть в тюрьме. Субтитры создавал DimaTorzok